В неочередное заседание Ивановской областной думы выдалось продуктивным. 16 основных вопросов по большинству единогласное одобрение. Вслед за федералами приняты поправки в законопроект об объектах культурного наследия в Ивановской области. Поправки определяют полномочия субъекта по определению границ категории поселения исторического типа. К таким в регионе относятся плюс. Жители таких поселений, утверждают депутаты, потрясения не ждут. Восстанавливать исторический облик жилых домов не придется. Этот закон просто приводит в соответствие областное законодательство с существующим федеральным законодательством. Федеральное законодательство предусматривает кроме объектов культурного наследия еще и поселения исторического типа. И вот мы просто своим законопроектом устанавливаем порядок определения границ этих поселений исторического типа, исторического наследия и так далее. То есть в принципе ничего революционного закон не вносит. Одобрили местные депутаты принятые Советом Федерации Госдумы закон о поправках Конституции, в соответствии с которым будет одна высшая судебная инстанция. Верховный суд и высший арбитражный суд объединяются и образуется Верховный суд Российской Федерации. Одновременно устанавливается правило о том, что генеральный прокурор и его заместители назначаются Советом Федерации по представлению президента, а прокуроры субъектов назначаются самим президентом. Президент Российской Федерации в современной системе разделения властей является решающей сдержкой и противовесом, поэтому то полномочие, которое президенту устанавливается, состоит лишь в одном – это дополнительная стабилизация правовой системы Российской Федерации. Коммунисты остались недовольны наделением высшего лица государства новыми полномочиями и назвали их царственными. Это просто как беспредел. Если хотя бы была одна ветвь, ну не ветвь, а был прокурор, который независим от региональных властей, то сейчас он фактически подпадает под влияние местных властей. Вот все. Коммунисты опасаются давления на судебную власть. Между тем, практика подобных назначений уже существует. Такие же правила действуют для руководителей следственных управлений, следственных комитетов. Схема назначений будет сложной. Органы государственной власти субъектов должны одобрить те кандидатуры, которые предложены генеральному прокурору. Он, в свою очередь, выносит представление президенту. Это заседание было последним в 2013 году. Облдума уходит на новогодние каникулы. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.